Люди шарохаются, потому что цены, посмотрите, какие 700 рублей мякоть, когда это было 450 максимум. С осени прошлого года фермеры Алтайского края не могут продавать домашнее мясо, если животное было забито не на сертифицированной больни. Многие жители сел потеряли единственный источник дохода, а покупатели стали реже заглядывать на рынки. Подорожала очень сильно говядина, так как ее просто мало в Алтайском крае, наверное, процентов на 30-40. То есть это очень высокая цена, поэтому покупатели просто пугаются. Думаю, многие люди стали экономить, особенно на говядине. Наши законы приводят к тому, что нам становится сложнее жить. Тем более, когда инфраструктура края не успевает за законами. Сегодня далеко не в каждом районе есть бойня, и не у всех есть средства для транспортировки животных. Общественники считают, это катастрофа для региона, в котором 44% населения живут в сельской местности. До Нового года в крае насчитывалось примерно 483 тысячи личных подсобных хозяйств. Сколько их осталось сегодня – вопрос. Очень многие потерялись поставщики, потому что во многих районах нет этой бойни, на которой человек должен живьем туда привезти. И очень многие просто люди стараются, например, которые родственники у меня есть, они стараются просто по соседям. Потому что это стало невыгодно, и ценник за счет этого очень сильно вырос. И поэтому очень многие потеряли этот бизнес. Чиновники, которые продвигали новые правила убоя, пугали возможными вспышками африканской чумы или ящера, если животные будут забиваться не на бойне. Вот только крестьяне уже нашли способ обойти правила. И какие сюрпризы таит в себе говядина, купленная через WhatsApp, знают только возбудители различных болезней внутри нее. Именно такая нелегальщина и может стать причиной эпидемий. Как всегда у нас одно неправильное решение, я считаю его неправильным, создает массу проблем. И это всего лишь приказ одного ведомства, Минсельхоза. Это даже не закон, это не распоряжение правительства. Мы пытались разобраться в юридической его обоснованности. На мой взгляд, так как он не носит статус законодательного акта, он не совсем легитимен. И мы видим, ряд субъектов применяет возможность так называемого проактивного режима, как в Красноярском крае, когда осуществляется предубойный осмотр, и потом ветеринар осуществляет к ним и вносит в систему Меркурий. Мы не пошли по этому пути, выбрали пустой, то есть более такой простой путь полного запрета, но в итоге получили массовую торговлю через мессенджеры и через электронную торговлю. Соответственно, уровень контроля, по нашему мнению, снизился. На днях Общероссийский народный фронт отправил письмо на имя губернатора Алтайского края и председателя АКЗС. Общественники просят все же ввести мораторий на запрет выдачи ветеринарных сопроводительных документов при забое. Бой за бойни продолжается. И я не теряю надежду, что особенно может быть в сегодняшних условиях, когда мы говорим об импортозамещении, когда мы говорим о развитии товарного производства, когда мы говорим о продовольственной безопасности страны, в нынешних условиях как раз, наверное, крайне необходимо отменять все нормы, которые сдерживают все наши развития. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов, Александр Антропов. День с толком.